Согласно российскому законодательству, ребенок перед поступлением в первый класс должен получить определенные профилактические прививки от разных инфекционных заболеваний. Наша съемочная группа выясняла, что нужно знать родителям по этому вопросу. Вакцинация детей перед поступлением в школу обусловлена особенностями организма в этом возрасте. У многих к 6-7 годам снижается иммунитет. Есть опасность легко заразиться многими вирусами. Говоря о школе, мы говорим о организованном коллективе. То есть единовременно мы получаем коллектив из достаточно большого количества восприимчивых человек. При этом здесь можно говорить о значимости коревой инфекции, кори. Мы можем говорить о значимости ветряной оспы. Можно говорить о кишечных инфекциях, потому что большинство школ имеют пункты питания. И, соответственно, тоже есть риск инфицирования. Исходя из этого, перед поступлением в новое учебное заведение, организм ребенка нужно подготовить при помощи иммунизации. Вакцина помогает активизировать иммунную защиту к вирусным возбудителям. Готовя ребенка к школе, родители должны знать о всех необходимых прививках, которые требуют перед поступлением в учебное заведение. Идя в первый класс, как правило, дети уже привиты от большинства. У нас в национальный календарь входит 12 инфекций. Соответственно, от всех от них ребенок должен быть вакцинирован. Большую часть прививок ребенок получает на первых 18 месяцах жизни. То есть в первые полтора года своей жизни ребенка должны привить от большинства инфекций. В этот список входят вакцины против вируса гепатита B, туберкулеза, против пневмококовой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомелита, против гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паратита. При этом родители имеют право не проводить вакцинацию своим чадом. Однако в будущем можно столкнуться с некоторыми трудностями, так как школа требует прививочный сертификат. Есть инструкции Министерства образования, которые содержат правила приема в учебное заведение. Они гласят, что прививки должны быть сделаны. Ребенка, конечно, возьмут в школу, но он будет не защищен от инфекций, распространяющихся в большом коллективе.